Продолжение следует... Поэтому, пацаны, это хочу вам в киношку сказать. Вот пришел один товарищ, это все, что херней занимать, Крым наш, всегда был наш, то все, блин, и вообще мы впереди планеты все, и спутник, вакцину первыми сделали, то все. Я хотел немножко просветить, прояснить на эту тему. Может быть, наверное, плохо знаете, я в компьютерной отрасли работаю, и, ну, если надо что-то сломать или что-то, ну, мерзкое, плохое сделать в компьютерной сфере, лучше русских пацанов не найдешь, наших программеров. Ну, потому что для нас ничего святого нету, и это, ну, как-то, ну, 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 знаете, даже как в войне, когда это все, там, вот, как канадцы Белый дом, когда сожгли, да, оно как-то по-джентльменски так немножко все велось. А у нас до сих пор в почете хакеры, допустим, здесь это, ну, как-то нехорошо, так это, ну, 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 даже в тюрьмы сажают, и то есть все, и наказывают. Ну, хакеры, ну, это, в принципе, ты такой же вор, ну, просто, что в дигитальной форме, там, залез у кого-то кошелек, там, очистил, правильно? А какая разница, или ты мне это отлупил и деньги забрал, или ты, значит, через компьютер залез и с моего счета деньги снял? Одинаково же, правильно? В конечном результате я. Я остался бедный, а деньги у тебя, правильно? Ну, как-то вот так вот. Ну, короче, никакой этики, никакой морали, конечно, никакой порядочности. И поэтому, когда русские вот это кичатся какой-то херней, блин, ну, это однозначно, просто сто пудов, просто даже никакой бабушке не ходи. Это просто, это, залезли на компьютер, значит, там, у Пфайцера или где, все это нахер стянули, блин, тем более, это такие конторы, они вообще не защищенные. Это же никакие-то не финансовые конторы, не военные, это просто научные люди, они тупят нам, они рады, когда у них там эксель откроется, блин, правильно? И все это стырили, и херак, херак, состряпали, вот мы, ура, мы опять впереди планеты всей. Ну, и другой аспект тот, что, ну, можете сами посмотреть, есть FDA, Food and Drug Agency, и все лекарства там проходят, ну, страшно такой жесткий этап, знаете, ну, три этапа, и там на здоровых, и на нездоровых людях, и на всех испытывают, пока это все допустят к производству. В Совке мясо столько, блин, что Сталин только успевал, блин, в ГУЛАГе отправлять, а сейчас куда их всех? В спутники, вперед, блин, то есть это никто, человеческой жизни ни хера не стоит, ломаного гроша, конечно, в Совке, и поэтому этим аспектом никто не озадачен, не озабочен. Нашли, стырили, сделали, вперед, африканцам пойдет, блин, и вам тоже пойдет. Так что колитесь, пацаны, блин, спутником нафиг, и давайте, держите хвост пистолетом, елки-палки. Ой, пацаны, я из душа весь такой красивый, весь такой чистый, прямо приятно пахнущий, весь такой обаятельный, исключенный. Пацаны, что я вам сказать хотел, вы на Путина не наезжайте, кончайте, чё, как дурные, блин, вы чё, пожалеете человека, японам мама. Ну, это, ну, пару, когда он только пару лет, там, это самое, он, конечно, это, ну, шкодничал, там, это, со своими братками, всеми ворьем, то, всё, блин, это грабили вас, хер знает как, и вдоль и поперек. Ну, а теперь-то всё, он уже, ну, он уже давно не может контролировать, и всё, они, они, они так, настолько уже крутые, настолько уже наворовали, что, что он вообще, он там, язык в задницу, он всё, он боится, они в любой момент могут, там, у них столько бабла, они, не знаю, могут купить, там, спецотряды, блин, и, там, его техничку поймать, и, там, блин, и дочку, блины и яхты и все на свете ну человек не может просто это все контролировать пожалеть его блин дать ему это померять спокойно блин ёлки-палки не ругайтесь на него ладно что-то я пацаны всякую фигню говорю вообще скоро без друзей останусь блин давайте без всякой политики без вот у вас бывает зимой сидите вот эта крыша едет и хочется какую-то фигню там затеять что-то и начинаете там это не знаю придумать всякую фигню избушку в тайге построю там хирушку кучу нафиг надо правильно все это но все равно не что-то хочется правильно крыша едет елки-палки сидишь блин знаете что я придумал пацаны короче снежика это не мое снегоход не ну нафиг блин там вообще как вот до сих пор блин не нравится мне этот дизайн эта идея там блин какие были на вороты бешеные да и потом это вот эта система где блин там муфта сцепления блин это ремень это бляха муха ну ёлки-палки ну неужели не могут сделать такой моторец как на квадрике блин там и такую скорую коробку эту блин первая вторая третья передача автомат и всем короче блин это сам знаешь они эти снежики перебирают каждый год ну потому что это я у механика спрашиваю почему потому что такие высокий оборотам изнашиваются все это помешать цилиндры головки там блин то все нафиг супостаты эти и я увидел увидел одного гения знаете чем сделал пацаны он впереди у квадрика снял колеса и поставил лыжи я хочу вот тоже такое нас еще вот сделать потому что у нас озеро большое 12 миль это 20 километров помашь блин ну а снега на нем немного там ну сколько блин да там ветер же сдувать его правильно я думаю когда теплая погода я бы на квадрике мог бы погонять по таким местам вот короче такая вот задумка есть теперь надо найти разбитый снегоход или лыжи саму сделать из чего-нибудь а другая идея пасаны вот смотрю сейчас квадрики почти что перестали выпускать совсем мало а все хотят такие где два штуки вот этих чучела сидят это у одного руль блин кабинка короче как сиденье такой а сзади кузовок есть а еще кузовок такой блин это самое короче по самосвал там а кабинка там с ради вам с музыком с поддувом теплым до шопа бывал ну пацаны знаете чем меня озарило а почему я не могу у себя за 1 на квадрике вот такой яшик сделать кузов ну пусть не самосвальный не просто большой да ну так я же человек это худой поможет бывают такие жирные двести-триста килограмм вот ваши эти вожди блин там эти которые там в госдумах сидят и даже таких кобылов и держит а это пацан блин худенький мягкий могу еще с собой пару этих самых шариковых погрузить и куда-нибудь уехать в тайгу и закопать их там правильно так что вот такие вот планы на будущее поделился от всей души вот так патент не надо и не благодарите сегодня утром еще было холодно мороз на минус 17 и был сильный сильный ветер и снег срывал и нес и мы сейчас динамитом пошли гулять уже теперь попозже конечно уже четыре часа и видно что одни кого нигде не было дорога такая вся беленькая снегом все следы и занесло все так ровненько как белый лист бумаги и мы с динамитом идем он что-то отстал стоит уже догнал молодец все еще везде надо все проверить пронюхать где-то кто-то что-то оставил прочекать ну вот он стоит ждет лишний шаг боится сделать думать и обратно пойду сколько сэкономит мы пойдем перевод дальше посмотрим фантовики наденьте красные футболки пацаны политформация вот вы меня за это некоторые не любите прямо аж чуть не вешаетесь ну что я взроблю зато есть пацаны которые любят играть я его без политформации ломка для них вот и скоро праздник 8 марта других праздников нету обухать надо поэтому в честь праздника политформация и так пацаны об наших достижениях вот победы и сравнивать можно по всякому правильно это преддверие 9 мая блин уже начинаем немножечко тогда что меня натолкнуло такие размышления сообщение о том что ангела меркель ушла в отставку и чуть-чуть заставила за блин у меня пузан да блин отожрался на буржурских корчах бляха муха ну не сдох в совке лишь бы не с голоду но выжил блин икра в кабачковая килька в томатном соусе бычки в томатном стоп блин а завтрак туриста а эти самые фрикадельки рыбы вообще улет блин вчера попробовал фрикадельку рыбы чуть не сорвину блин ну так пацаны ага достижение можно значит это по-разному проверять ну типа знаешь вот вышел из лесу на тропинку и идешь это надеешься выйти куда-нибудь дороге там где автомобиль или цивилизация и вот это самое можно короче это сравнивать разные этапы через каждые 5 10 15 лет там прогрессы сравнивать побежденных и победителя можно конечный результат просто брать короче меня поразило то что знаете пожил я в германии насмотрелся в германии очень-очень не любили иностранцев прямо даже само слово ауслендер очень такое негативное очень такой файл их прямо ну и это опять же познается сравнение если поедешь в лондон там всякая всякая херота блин и крышный танцует и панки были ну лыбаются и все на свете блин и всем на ну не там и колония в индии была правильно блин ну блин короче интернационал капец какой потом едешь в парижу были на там вообще вообще пацаны вообще просто вы знаете что париж это единственное это город во франции допустим европе где нужна прописная система и вот это алжирцы блин потому что колония же их не правда кто-то приезжаю да блин вообще там капец ваще да и потом приезжаешь в германию блин и там один раз у меня обладил один коллега ну ночные работы такие сволочные я пахал там как черт да и это африканцы ну приняли на работу и херак через неделю уволили на такой левый нашли повод он нормально работал просто справлялся совсем так же как и мы все ну нахер нужен правильно будем это и один раз я еще увидел это африканца за рулема автобуса я были там на улице прямо так рот открыл чуть на жопу не сел но но про его тоже на следующий день по моему ну и все это ну и вот эта страна эта страна выстояла выдержала знаете хлынули значит беженцы сирийцы то все блин переполнили и все но только русская говно начинала опять там придумывать сказки изнасилованная девочка то все не поддавались ни на какую провокацию значит выстояли выдержали преодолели все это и женщина ангела меркель ушла в отставку представляете без яхт без всякого воровства блин с мужем жили в коммуналке можно так сказать квартире не в отдельном доме не в особняке когда я спросили у вас есть шестерки там уборщики то все нет никого нету мы с мужем сами а кто у вас то все там это стирает ну я горит это белье закидываю наш загружает машинку там он знает как ей управлять а я потом достаю раскладывают все блин это все сайте вот 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 это легенды вот это личности вот это потрясающе понимаете это вам вот не фанерные рейхстаги блин и не в гимнастерках ходить и обсираться еще теперь видно кто победил и кто побежденные если до сих пор еще не видно можно говорю сравнивать на каждом этапе через здесь 15-20 лет а можно просто взять и сравнить конечные результаты и кто стоял у руля у власти управлял страной и сравнивать эти личности если хотите и блин закончить я хочу вот кореш у меня был такой значит уильям сидней портер ну все его чуваки просто звали так о генри и он написал значит чем херовее народа живется тем больше денег он тратит на фейерверки поэтому пацаны издавайтесь наступающими вас держитесь крепитесь впереди только счастье и синие не синяки и позолоченные ёршики до свидания блин забыл 8 марта женщинам же подарок на показать на все стриптид должен обнаженный показать стриптиз под матем кушетка волосатая то все пацаны на самом деле это я вам хирую всякую херню рассказываю хочу вам что-то умное сказать хочу сказать забыл почти забыл сейчас сейчас а короче это знаете прочитал это случайно там вот это у меня эта тема не очень интересует скажем так по-честному про сортиры ну как-то ну побочно так выпало такое в новостях там значит это оказывается большая разница и теперь между европейскими и американскими туалетами унитазами и теперь начинаю понимать изумление русских и даже и испугие шоке когда они впервые видят американский унитазов который стоит вода короче европейский туда делаешь кушай и потом смываешь смываешь ну она смывается херово поэтому ёршики надо всегда вот поэтому вашего царя блин зацепление вот на этих ёршиках а у нас ни хера у нас юношиков не надо у нас круче унитазы стоят уже почти полной водой вот это от этого народ хранит вода бежит бежит так аппетит ну ну русак он еще он жрет всякую херню потом такие лепешки кидает что прям это брызги может ему летят может ему это не уютно я не знаю ну у американцев то нормальное питание правильно ну короче они а у них образ действия или принцип основан на том сакшен сакшен усасывается все туда по наш вот эта любимая приставка русских усаций услышать так что чё я блин и чё насчет приставки а вообще на самом деле действительно так работ по такому принципу ну просто много воды пока что смываешь забавляешь она хераху с таким люпанем с таким брукутом мозг сидит прямо как давай давай вам баба ночи шо и шо кидай ну какой вон что непонятно кремлевский такой потому что я там больше теперь вы знаете как работают эти самые унитазы в европеях и в американиях и какие вам больше нравится выбирайте сами вот так вот до свидания на улице тепло а вы знаете это один из симптомов беременности мужчин нифига не знаете это всегда хочется кушать и всегда хочется чего не вкусненького первый теплый день в марте водичка журчит снег тает курочки на улице голуби сидят петушке голос подает Красота, все довольны, порошки, так, вот так хорошо, снег еще лежит, но там где его мало видно уже земля тает, но это только так, 4 марта, еще весь март впереди, будет еще снег и холод и морозы, а это так, передышка, что тоже хорошо, кто-то там по трассе едет и скорость убавляет, ну везде какой-то, здесь крыша какой-то, сосульки будут висеть, так, ветерочек есть, хорошо, брусом. Играет музыка.